Власть в Ульяновской области должна стать еще более открытой и ответственной. С этих слов губернатор Сергей Морозов начал еженедельное аппаратное совещание. Глава области отметил, что очень часто руководители различных уровней не выполняют взятых обещаний, а иногда и просто лгут. С такой позицией власти в регионе будут активно бороться. Увеличение доверия со стороны жителей служит выполнение проекта «Народные инициативы». Губернатор утвердил выделение на них дополнительных средств в размере 30 миллионов рублей, но этих денег недостаточно. Изыскивать их будут с помощью изменений в бюджет областного и муниципального уровня, а также привлекая средства благотворителей. Сегодня уже имеется в пределах где-то около 15-20 миллионов рублей благотворительных средств, которые мы могли бы направить на поддержку этих инициатив. Таким образом, мы впервые за всю историю Ульяновской области можем почти 100% инициатив закрыть. Наступившая неделя будет напрямую связана с идеями благотворительности. Она объявлена губернатором недели доброты. В школах области заканчивается учебный год, а руководство региона готовится к двум важным событиям. Это Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. И старт акции «Помоги собраться в школу». Мы первые в России начали ее. Сейчас многие в России прям такую акцию с таким же названием проводят. Мы действительно можем помочь собраться в школу огромному количеству мальчишек и девчонок. И мы это традиционно делаем. Губернатор обратился к главу муниципальных образований с поручением приложить все усилия, чтобы акция прошла успешно в этом году, а все нуждающиеся получили помощь. Касаясь еще одной волнующей ульяновцев темы, Сергей Морозов обратил внимание на плохое состояние тротуаров. Губернатор поручил руководителей городов и районов провести тотальную ревизию внутриквартальных и внутридворовых территорий, а также заняться приведением их в нормативное состояние. На это потребуется несколько лет и около 4 миллиардов рублей. Ну вот я вчера посмотрел около очередной ямы. Там толщина асфальта, которую господа строители положили, составляет 1,5-2 сантиметра. То есть по большому счету просто идет обман со стороны бизнеса тех людей, которых они заселяют в свои дома. Обман со стороны бизнеса и власть. А власть делает вид, тогда получается, что этот обман ее удовлетворяет. Вот больше этого безобразия не будет. Губернатор поручил пересмотреть систему контроля за ремонтом и строительством тротуаров и дорог в сторону ужесточения. От городских проблем перешли к сельским вопросам. В районах области завершаются весенние полевые работы. На 26 мая яровой сев в Ульянской области у нас уже на сегодняшний день насчитывает на площади 673 тысячи 689 гектар. Это 102,1% перевыполнения установленного плана. Напомню, что у нас темпы с вами одни из самых наивысших в Приворском федеральном округе. И мы значительно отличаемся в лучшую сторону в целом по Российской Федерации. Регион находится в стройке лидеров округа по темпам сева. Агрария отмечает и хорошее состояние озимых культур на полях. Однако посевная кампания еще не завершена. И общий итог будет еще больше. В заключении аппаратного совещания губернатор вновь вернулся к проблемам, вызывающим острое волнение среди граждан. Речь идет о состоянии общественного транспорта. Глава области ознакомился с проводимой общественной оценкой. Результаты неутешительные. Многих не устраивает направление маршрутов. Стояние транспорта, хамство водителей, грязь в салонах. Довольно значительно меньше. 38 человек сказали, что вопросов нет. Это 5%. Ну и рядом еще ряд вопросов. Есть очень, скажем таки, подробные комментарии по проблематике, по каждому, ну не по каждому, но по некоторым маршрутам, по микрорайонам города. То, с чем люди сталкиваются. Опрос мнения ульяновцев продолжится на этой неделе. А губернатор анонсировал закупку большого количества новых трамваев и автобусов, которые призваны решить транспортные проблемы области. Егор Титов, Юрий Конихин. Новости дня. Ульяновская правда.